Сегодня в зале отеля Риксос собрались представители общественных объединений, авторы социальных проектов, депутаты парламента Республики Казахстан и представители государственных органов. С самого начала мероприятие приняло неформальный характер, на котором различные проекты обсуждались в уютной, почти домашней атмосфере. Я сегодня хочу с удовлетворением отметить, что на сегодня у нас уже работает 84 неправительственных организации, получает непосредственно госсубфинансирование по государственному социальному заказу и оказывает более 5000 лиц с ограниченными возможностями специальной социальной услуги. На шут зрителей было представлено несколько проектов, а некоторые из них просто разрывали сердца. Именно тогда у меня появилась, казалось бы, невероятная мечта познакомиться и встретиться с луканским профессором, преподавателем Кембридского университета. Руководителем Центра подготовки физиков, теоретиков и профессором, сэром Стивеном Хокингом. И сегодня мы с ним знакомы, и он ведет меня к себе в гости. С пританием! Исааку Мустополу, школьнику из Тараза, 14 лет. Он поклонник известного британского ученого Стивена Хокинга, а еще победитель конкурса лучших социальных проектов 2013 года. Подросток говорит, что его главная мечта – встретиться со своим кумиром, а еще сделать этот мир лучше. Будущее нашей страны, конечно, в наших руках. Но мне запомнились слова одного очень мудрого человека. Он говорил, что учитель не может быть без ученика, а ученик не может быть без учителя. Я говорю все это, потому что мы все во всем мире друг к другу учителя и ученики. Так пусть у нас будут и учителя отличные, и ученики достойные. Это танец юных воспитанников Южно-Казахстанского специализированного интерната никого не мог оставить равнодушным. Дети, так талантливо представившие на сцене настоящую историю чудесного исцеления, сами прикованы к инвалидным креслам. Каждый из проектов самобытен и направлен на помощь и поддержку различных слоев населения. О двух уникальных проектах, которые будут реализованы в стране в ближайшее время, рассказал секретарь партии Нур-Отан Залбек Туризбеков. Один проект связан как раз таки с тем кардиологическим центром в Украине. Мы хотим создать в Чемкенте евразийский центр, швейцарско-казахстанский кардиологический детский центр. Второй проект – это детское питание. Мы сейчас прорабатываем вариант такой на чисто экологическом корме, сено, комбикорма. Завезем в следующем году около 4 тысяч телок с Украины, здоровых телок. Все это будем контролировать и получим чистое экологическое молоко. Ни один из представленных проектов не мог оставить зрителя равнодушным. Если одни направлены на поддержку и реабилитацию инвалидов, другие – на помощь матерям-одиночкам, третий – на поддержку пострадавших от торговли людьми. Собственный проект помощи людям, нуждающимся в сурдологах, представил Сергей Махашев. По словам участника войны в Афганистане, на создание проекта его подтолкнула мысль о том, что люди с нарушениями слуха и речи лишены самого необходимого – доступа к информации. Мы создали службу сурдоперевода онлайн. То есть любой желающий, любая организация, любое предприятие, учреждение может подключиться к этой услуге через наш сайт сурдоонлайн Казахстан. И получить эту услугу в режиме онлайн. И нет необходимости соезжать в штат сурдопереводчиков. Первое место и премия в размере 2 миллионов тенге присуждены Сергею Махашеву. Второе место и премия в размере 1,5 миллиона тенге – автору проекта «Организация палеоактивной помощи на дому для инвалидов первой группы детей-инвалидов, имеющих затруднения в передвижении Василию Шиманскому». Ну а третье место и премия в размере 1 миллиона тенге досталась Анне Рыль, автору проекта по оказанию специализированной помощи людям, пострадавшим от рабства. Продолжение следует...